Для всех, кто собирается сдавать экзамен на знание польского языка, давайте небольшое коротенькое видео о том, как на него записаться, что там происходит в день сдачи экзамена. Ну, начнем с самого главного. Вот этот сайт «Сертификат польский», там есть вся информация. Там есть примеры, там есть структуры экзамена, и там есть такая заклабочка, называется «Регистрация на экзамен». Вы туда заходите, там есть ссылочка на все центры, такой PDF-документик, где можно сдать экзамен, и уже информация о том, как записаться через какой-то конкретный центр, вы будете узнавать через сайт этого самого центра. Например, в Кракове есть, там, не знаю, три центра. Я лично подавалась через «Тугета». То есть у них есть на сайте формуляр, обычная Google-форма. Заполняешь эту форму, и все, потом тебе приходит письмо с требованием оплаты, что заплатить, там, не знаю, 710 злот за Б1, и просит у тебя какие-то данные, типа фамилия, имя, гражданство, скажем, антипол, что там еще было, номер паспорта, ну и что-то там еще. И потом уже только за неделю, там, за пять дней, за четыре дня до экзамена вам присылают конкретную инструкцию, куда приходить, что с собой приносить, во сколько, что начинается и так далее. Смотрите, в моем случае пришло письмо за, наверное, четыре-пять дней, и там было написано, что приходите в гостиницу с восьми до девяти, и что мы будем там регистрировать по фамилии. Вот я приперлась в восемь часов утра, я никому не советую этого делать, ты приходишь, стоишь один час. То есть с восьми до девяти – это просто регистрация, вы приходите со своим паспортом, карта побыта, карта побыта, неважно, и с формой, которую нужно писать заранее, согласие на обработку персональных данных. И вот они, смотрите, здесь, например, ОС, да, если у вас фамилия на О или С, там, или что-то между, то вы стоите вот в этой очереди. Но есть другие, там, допустим, не знаю, фамилии, там, не знаю, Н, Н, Х, допустим, не знаю, там какие-то еще, которые были фактически всегда свободны, потому что не так много людей с фамилиями на эти буквы. То есть вот еще раз, они вам говорят, приходите с восьми до девяти, вот прямо в восемь я не советую приходить, вы будете просто стоять очень долго. Ну, опять-таки, опаздывать тоже нельзя, к девяти, ну, не знаю, может быть, без пятнадцати, без двадцати девять пришла бы, если бы передавала этот экзамен еще один раз. Дальше. Вот вы им отдали форму согласия обработки данных, они посмотрели ваш паспорт, посмотрели вашу карту побыта, потом они вам пограчивают форму, вы подписываетесь, что в форме все там правильно, там ваша фамилия, имя, гражданство, номер паспорта и что-то еще. Вы подписались, вас забирают только телефон и дают вам вот такой браслетик с номерком. Да, мой номер был 149. И все, вы проходите в зал и садитесь где хотите. У вас все вещи с собой, кроме телефона. Важные моменты. Вот когда вы пришли, например, не знаю, там, мульна, да, брат-сестра, подруги, друзья и так далее, мама-папа, не знаю, там, ребенок с мамой и так далее. В общем, когда вы пришли вместе, вас рассаживают, вы не можете сидеть близко. Видимо, чтобы они не подсказывали друг другу. Дальше. Дальше. Еда и напитки в перерывы вы можете есть, пить. Во время экзамена у вас на 100 лет только вода. То есть там сидеть чипсы есть во время экзамена нельзя. Дальше. Не разговаривайте, естественно, ни с кем. Вы пришли, вот вам раздают, допустим, какую-то часть, вы подписываете свое имя на ней, но не открываете, пока вам не скажут, откройте. Еще тоже такой важный момент. Вот вы закончили одну часть, вас сразу забрали эту работу и все. То есть, например, вы закончили, отдали, ушли там, не знаю, выше от коридора, потом возвращаете и скажете, ой, я там вспомнила, все, уже нельзя. Только сдали, все, уже ничего вам обратно возвращать не будут. И, ну, если вы закончили раньше, вы сдаете и ждете в коридоре следующую часть. Дальше, порядок для уровня B1. Ну, опять-таки, уровни есть разные. A1, A2, B1, B2 и C1, C2. И очень важно, что экзамен проходит 4 раза в год, однако важно понимать, что не каждый раз будут все 6 уровней. И давайте посмотрим на B1. То есть здесь у нас аудирование всегда в этом порядке. Аудирование 35 минут. В чем интересно, что они вас сажают, да, вот в этот огромный зал там со стульчиками. И идут, аудирование идет, прослушивается вот один раз, без остановки, 35 минут через колонки на весь зал. То есть вот имейте в виду, что когда дома занимаешься, то ты можешь там притормозить, остановить, почитать, там этого нет. Для меня это была наиболее стрессовая часть. Может быть, потому что она была первая, да, и что у меня не было контроля, что я могу пропустить, что-то попозже сделать. Вот. Дальше следующая часть будет понимание текстов, письменных текстов. 40 минут – самая легкая часть для меня была, по крайней мере. Грамматика была следующей частью – 45 минут. Так, средняя, не особо мне понравилась. И последняя часть этого блока – это письмо. То есть, смотрите, у вас там три набора на выбор. То есть набор 1, 2, 3, и в каждом наборе по два задания. И у вас есть 9 до 90 минут на то, чтобы все это написать. На самом деле время пролетает очень быстро. Я советую как бы в плане письма писать сразу на черновик, потому что, честно говоря, у меня бы не хватило времени, если бы я на черновик писала. Еще тоже такой важный момент – вы выбираете один полный набор. То есть нельзя взять А из номера 1 и, не знаю, там, Б из набора номер 3. Так нельзя. То есть либо вы выберете А и Б из первого, либо А и Б из второго, либо А и Б из третьего. То есть мешать нельзя. Ну и тоже там есть такие вещи, например, что для Б1 вам нужно хотя бы 50% пунктов набрать, да, для Б2, по-моему, это 60 уже процентов. То есть чем выше уровень, тем сложнее, тем больше требования. Дальше. Смотрите, между всеми этими там четырьмя частями у вас будут перерывчики 10 минут, вы можете выйти, сходить в туалет. Кстати, в туалет сходить поесть можно только в перерывы, да, то есть во время экзамена, когда вы там сидите, пишете, вас никто никуда не выпустит. Так что планируйте. И там очередина у нас была в туалет огромная, так что имейте в виду. И вот обычно после этих четырех частей, по крайней мере, у нас так было, был час обед и потом уже после обеда оговорение. Причем оговорение, смотрите, они же не могут всех сразу принять, да, у них комиссии ограниченное количество. Поэтому вы посмотрите на вот этот списочек, они его обычно перед обедом как раз-то и вывешивают. И вот вы смотрите, где вы там. Я была, скажем, 149, и вот в 7 часов мне нужно будет пойти сдать. Соответственно, видите, кому как. Обычно они ставят повыше тех, кто приехал из другого города, а кто местный там, в Карковске, допустим, да, они всех запихали в конец, потому что, ну, на самом деле, нам без разницы, когда сдавать. Мы здесь все, примерно, недалеко живем, да. Что еще? Последняя часть, либо в тот же день. А, кстати, да, вот иногда я слышала, что иногда они не успевают, допустим, до 8 всех опросить, и бывает на следующий день тоже задействуют. Я такого не видела, по крайней мере, через эту школу, но слышала, что такое возможно. И, ну, и что там, три части оговорения в любой последовательности. То есть у вас там одно задание – это писать фотографию, второе – это монолог, и третье – диалог. Соответственно, вы можете выбрать либо пойти 1, 2, 3, либо сделать там, не знаю, 2, 3, 1 или 3, 2, 1, как угодно. Им все равно. Дальше. Перед экзаменом очень советую вам, во-первых, не стрессовать и выспаться хорошенько. Вот я не спала, не повторяйте моих ошибок, да, если вы человек такой эмоциональный, да, то выпейте, не знаю, выпейте снотворное и хорошенько выспитесь. Потому что с такой, с чугунной головой очень трудно там соображать. Вы себе только мешаете, если стрессуете и накручиваете. Не надо там с вечера сидеть, что-то учить. Если уже вы выучили, то выучили. Там перед смертью уже не надышится. Дальше с собой, опять, в случае школы Тюгяда, да, на данный момент, они просят согласия, паспорт, карту, побыта, все, больше ничего. Берете с собой еду и воду. У нас, правда, воду, чай и кофе там давали, но я с собой там все равно принесла там какие-то перекусы. Дальше лекарства на всякий случай, если голова разболится, да, приходить слишком рано, как я уже сказала, нет никакого смысла. Тоже я советую выйти на улицу подышать свежим воздухом. И если у вас там есть какая-то группа поддержки, они вас могут подождать в лобби. То есть там нет такого, знаете, если вы сдавали там, не знаю, джимат или тофель, там вас запустили, все, там никого другого не пускают к вам. А тут это гостиница, то есть вы можете спокойно выйти на улицу, подышать, покурить, да, там. Кто-то может в лобби сидеть там, вы вышли там с ним, с своим человеком поговорили и так далее. То есть вот имейте в виду. Во время экзамена я советую долго не сидеть на одном вопросе. Вот бывает такое, что вы не можете понять какую-то сдачу, да, или какой-то вопрос, не сидите на ней. Можете даже там как-то кружок отметить, там полукругом, да, но не сидите на нем, пропускайте его, идите дальше, вернетесь, останется время. Потому что будет очень обидно, если вы будете сидеть на одном вопросе, потратите на него там, не знаю, 15 минут или 5 минут, и могли бы в это время сделать что-то другое, и не успеете сделать все задание. И с другой стороны, да, тоже не оставляйте пустых. Везде надо что-то выбирать. Даже если вы вообще не знаете, ну, я не знаю, выберите любую. Одну из трех, 30% шансов у вас будет, что окажется правильно. В письме надо считать слова, да, и я советую еще раз писать сразу на чистовик. Время очень быстро полетает. 90 минут просто пролетели, я ничего не успела. Быйти в туалет можно только в перерыв, во время задания выходить нельзя. Если шумно или душно, не молчите, поднимайте руку, говорите, если вам некомфортно. У нас, допустим, я сидела в самом конце, да, и там была открыта дверь, и шумели. Ну, это же гостиница, там люди ходили. Простите вот такие вещи, не терпите. Во время аудирования вам не будут давать наушники, как я уже сказала, но слышно хорошо везде, и спереди, и сзади, но, наверное, впереди немножко громче. Так, везде, где вам дают вот эти формы, везде ими пишем, как в паспорте. Имейте в виду. Когда вы ходите из зала и возвращаетесь, надо будет показывать паспорт. Они таким образом убеждаются, что там вы сами за себя сдаете, да, и не пришла какая-то Наташа сдать экзамен за вас. Они всегда проверяют ваш номерочек на руке и ваш паспорт. И что после экзамена? Что результаты будут готовы спустя три месяца с разбивочкой, да, какой процент в какой части. И в нашем случае, да, нам сказали, что спустя месяц можно будет позвонить и спросить, сдал или нет. То есть они тебе разбивку не дадут, но скажут, да или нет. То есть это удобно, если вы хотите, например, уже сразу записаться там на следующий раз. Это, кстати, не мой сертификат, это откуда-то из интернета. Оплата за сам сертификат делается отдельно от стоимости теста. То есть 810 заплатили за то, чтобы пройти этот тест, а потом вот эту бумажку, по-моему, еще 70, что ли, надо заплатить, что-то такое. И там бывает разбивочка в предложении, да, то там, да, не знаю, за говорение, там, не знаю, 70 процентов, или там, не знаю, за драматику 80 процентов и так далее. Вот. И, слава богу, этот сертификат бессрочный, то есть вы один раз сдали, отмучились, все. Если кто-то сдавает TOEFL, то вы знаете, что там только два года длительность занять сертификат, то есть они полагают, что ты можешь этот английский язык забыть. Спустя два года его надо пересдавать, снова платить, там, 160 долларов, если я правильно помню. Ну, ребята, это все. Еще раз, самое главное, пройдитесь по вот этому сайту, сертификат польский, там все есть, все примеры. Попробуйте сделать себе какой-то тестовый тест, да. В принципе, я, честно говоря, ждала, что будет гораздо сложнее, я еще не выспалась, устала, но прошло достаточно хорошо, проходит быстро, школа очень хорошая, если вы выбираете, то могу точно порекомендовать это TOEFL, хорошая школа, никаких проблем не было, все очень хорошо организовано. И удачи вам с сдачей экзамена, не переживаем, всегда можно пересдать, но стараемся, да, не расслабляемся, стараемся сдать с первого раза.